Мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 93006384 Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа для тех, кому нужна наша помощь. А тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте всем. Я Рита Трошкина. Помогает наша программа сегодня маленькому трёхлетнему Максиму Лапурину и его семье собрать средства для лечения, для реабилитации в Рижском центре АБА-терапии. Центр, который занимается проблемами аутизма у детей. Наш телефон 93006384 всю неделю будет работать для маленького Максима. А гостья сегодня у нас Ирина Петерсона. По зуму мы выходим с ней на связь. Она социальный предприниматель и всем известный президент Ассоциации деловых женщин Латвии Мэнтори. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Добрый день. Напомним, как устроена наша программа. Что в рамках акции День добрых дел на радио Болтком мы сотрудничаем с благотворительным фондом Be Open, куда обращаются в основном родители деток, которым нужна помощь на оплату лечения. Потому что, когда такая беда с ребенком происходит, конечно, это страшный удар для мамы. И мама ищет какие-то варианты, каким образом эту проблему можно решить. Открывается целевой счет. Специалисты фонда изучают все медицинские документы. Целевой счет открывается. И мы в нашей программе рассказываем историю семьи, историю ребенка. И приглашаем всех каким-то образом откликнуться, участвовать. Подключаем благотворительный телефон. И каждый раз у нас в эфире гость, с которым мы говорим о благотворительности, о доброте, о каких-то смыслах, которые... Ну, о жизни вообще. И в этот раз у нас Ирина Петерсона. Ирина, вчера было 8 марта. И наша программа тоже очень... Мы считаем такая женская, потому что каждая программа посвящена по большому-то счету маме вот этого ребенка, с которым случилась беда. И мы вас поздравляем чуть позже, но все равно еще 8 мартовский такой период у нас. Спасибо. И я вас также поздравляю. И всех женщин тоже поздравляю. Спасибо. А вот расскажите, как прошло 8 марта ваша вчера? Это у всех такое первое странное 8 марта в условиях пандемической реальности. Какие ощущения? Ну, конечно, именно что вот очень странно, потому что мы не понимаем, как там действовать. Обычно 8 марта в нашей ассоциации мы собирались в каком-то красивом отеле, в каком-то красивом месте, наряжались. Ведь для нас 8 марта – это когда женщина может выйти из кухни, когда она является социально активной единицей, когда она встречается с единомышленницами. А вчера мы этого не могли сделать, тем более был рабочий день. Я, например, сама была как учительница. У меня было вчера 10 уроков. 10 уроков? Ой-ой-ой. 10 уроков. Да, да. Ну, так как это было удаленно, поэтому я могла, конечно, вчера не выходить напрямую, а дать задание. И в это же время студенты мне, значит, отсылали работы или они отошли в течение недели, потому что я преподаю в Рижском государственном техникуме. Это немного другое. Не то, что школа. Это немного другое заведение. Я в нем работаю уже более 30 лет. И для меня это, можно сказать, счастье моей жизни, что я всегда делала то, что я люблю. Ну и, конечно, поздравления были с утра уже и очень много поздравлений. Я еще не все прочитала, потому что, вы знаете, сейчас благодаря интернету и телефону мы видим столько всего, что информацию сразу не прогнется. И цветы виртуальные получаем тоже, да? Цветы виртуальные, да. Но люди же все равно как-то объединяются. Например, мы объединились с соседями, с которыми общаемся постоянно. Или же встречались вчера еще на улице, когда там кто-то хочет поздравить, подвести цветы. То же самое про волки. Но я же был в Межепарке. И в Межепарке у нас полегче. У нас есть здесь кафе работают, и улица, и вокруг улицы очень много всего интересного вокруг кафе. так что отметили все равно. Но я все равно поздравляю всех своих единомышленниц, всех моих активисток и Дрегии, и в селе, и Латгальский филиал, потому что это действительно наш день. Ну, а вечером мы встретились с ротарианками, дамами из клуба в Голландии, России, это было 9 вечера, в Голландии, России, Череповца, Санкт-Петербурга, Амстердама. И просто посмеялись, обсуждали и мужчин в том числе, и вакцинацию, и так далее. Сравнили у кого что. Впрочем, везде одно и то же. Ирина, поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями. Вы как глава деловых женщин Латвии, и вообще много лет, человек много лет занимающийся этой темой, вопросами адаптации, скажем так, существования женщины вообще вот в мире, да? Ну, я глобально очень хорошо сказала. За последнее время женщинам стало легче или труднее в обществе? Вот как вот место женщины изменилось или нет? На ваш взгляд? Конечно, мне кажется легче. Намного легче. Посмотрите, любые новости вы как бы не посмотрели, вы везде видите движение женское, да? Не всегда оно мне нравится, например, я не люблю воинствующих феминистов, то есть или фанатичных каких-то, это всегда лишнее, но то, что женщина идет вперед, стремительно занимает позиции главенствующие, это правда. И женщина очень легко воспринимает и новые тоже социальные платформы, а посмотрите, как женщины сейчас идут в бизнес, а бизнес, например, который они могут вести через интернет, мы же все это не видим, это же об этом не пишут, но женщины благополучно начинают торговать через весь мир и очень здорово это. Я думаю, легче. Если бы нас еще только открыли границу и выпустили на улицу, было бы вообще замечательно. А пару лет назад вот вы высказали, что вы лично против того, чтобы 8 марта было бы выходным днем. Почему? И сейчас я против. Ну, естественно. Ну, что такое сидеть дома? Ну, тебя поздравит муж, подает там три тюльпанчика тебе, тебе, значит, придет, может, сыночек, а ты опять должна накрывать, готовить, принимать. И чем это отличается от обычного дня? Зато, когда ты на работе, там и коллеги, и вечером муж все равно поздравит, еще все для тебя сделает. больше поздравлений и приятных моментов получается. Конечно, это именно когда женщина социально активна, она выходит с этой кухней. Поэтому я считаю, что это то, что вы были вчера дома, это гораздо скучнее, чем если бы на работе отвечали. Мы хотим напомнить, что наша программа с помощью Ирины и всех наших радиослушателей помогает, всю неделю помогает собрать средства на годовой курс лечения для малыша трехлетнего Максима Лапурина. Очень чудесная семья. Маму Максиму зовут Ольга. Это молодая семья. Очень у них хорошие, теплые такие отношения и очень симпатичный мальчик. Вы можете увидеть его на сайте mixnews.lv и в рубрике «Зеленая лампа» и на страничке на нашей на Фейсбуке. Огромные глазищи, такой чудесный ребенок. Так получилось, что мальчик, конечно, для родителей самое тяжелое видеть, когда какие-то проблемы со здоровьем у ребенка. Мальчик заболел где-то после года. Как заболел? То есть начались проявления аутического спектра, как мы сейчас можем уже сказать. Диагноз ему еще не поставлен. Ждут энцефалограммы, результаты. В конце марта это будет точно. Но, в принципе, центр аутизма, осмотрев ребенка, обследовав, сказали, что все ясно. Там сказали, что, в принципе, ясно. То есть мальчик перестал разговаривать, перестал контактировать, перестал отвечать на какие-то мамины вопросы и не общался с другими детьми, сидел в уголке, кружился. И даже вот играть, как мама рассказывает, когда он играл с машинками, со своими любимыми, он в основном выстраивал их в одну линию, то есть не возил их по дорожкам. И вот эти вот такие мелочи заставили, конечно, родителей волноваться, переволноваться и обследовать ребенка полностью. И вот сейчас подозрение на аутизм, но Максиму только что три годика исполнилось в феврале. И чем раньше начнешь лечение, чем раньше начнешь помощь, тем лучше будут результаты. В январе уже малыш этот прошел курс АБА-терапии, или, как мы говорим, АБА-терапии, да, ее называют в Рижском центре аутизма, и сразу появились результаты первые. То есть родители пять раз в неделю возили его на эти занятия с аудиологопедом, со специалистом по АБА-терапии, с эрготерапевтом. И у мальчика сразу начались какие-то проявления положительные. То есть он сказал первые слова, мама смеется, говорит, первые слова, у него были трактор, вертолет, это его любимые игрушки. Он стал больше следить за мультиками, он стал заниматься на планшете, он смотрит, видит буквы, знает буквы, в том числе английские, играет в какие-то игры. Но еще все это надо продолжать. Каждое занятие стоит очень дорого, то есть где-то 30-35 евро занятия, и, конечно, родители не могут потянуть это сами. Поэтому нужна очень наша помощь, и вот все вложенное сейчас, это судьба ребенка, то есть здоровье и судьба этого малыша. Поэтому наш телефон 930-6384 всю неделю будет работать для маленького Максима. А счет помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen, он тоже на сайте на нашем и на страницах указан. Если у кого-то есть возможность помочь, родители будут очень благодарны всем. И гость нашей программы президент Ассоциации деловых женщин Ментори Ирина Петерсона. Ирина, вы были тем человеком, который в 90-е годы, в общем-то, одним из первых вы начали заниматься какими-то благотворительными проектами, идеями. Вот скажите, как вам, почему вы начали этим заниматься, зачем вам это нужно было, как вам вообще эти идеи приходили, потому что в принципе это было такое время, когда больше все интересовались какой-то там светской хроникой, какими-то потребительскими вещами. Да-да, одно другое не решает, но я начала это именно потому, что я учительница. Я очень люблю свою работу, с детства мечтала быть учительницей, так и искала, и поэтому в 90-е годы, вы знаете, все рушилось, работы не было, хозяйские дома выгоняли, в общем, страшное, неприятное время было. И был, как всегда, мой день рождения, в июле мы сидели с подругами, у меня их было очень много тогда, да и сейчас, естественно. И вдруг одна из моих однокурсниц сказала, что ее дочка не пойдет на выпускной бал, потому что у нее нет ничего одеть, платья не было. и нет денег, чтобы идти и заплатить даже вновь. Ну, тогда я сказала, неужели мы все вместе сможем собрать девочку на ее единственную может быть выпускную. И договорились, что встретиться, например, во вторник и собрать вещи. И когда вещи принесли, оказалось, что мы не одну девочку можем одеть, а 15 девочек. И вот оставшиеся вещи просто на 10 запустят, отвезли в интернат номер один. Мы ничего не знаем, просто интернат номер один на московском интернате находился. Отвезли эти вещи и директор интерната был очень благодарен, потому что это была действительно большая помощь, именно своевременная, конкретная, да, и написал про нас в газете. И все, с этого все пошло. Тут же оказались люди, которые стали искать нас и хотят привезти то же самое и отдать. И тут же появились люди, которым нужно это. Мне пришлось только соединить людей. Потом был Новый год, вдруг появилась одна дама, которая захотела шоколадных Дед Морозов подарить детям каким-нибудь. Мы отвезли в больницу. Приехали в больницу в детскую, потому что на Новый год в республиканской больнице так много детей, нам казалось. Но детей было мало, но там же были и медсестры, которые получали, я как сейчас помню, 47 латов получали медсестры тогда. То же самое актеры получали 47 латов. Помню эту цифру очень хорошо. И мы оставили эти ящики с шоколадными Дед Морозами. Тоже кто-то написал, ну вот так, знаете, и пошло. А потом я поняла, что добрых людей очень много. И среди людей, которые не очень богаты, и среди очень богатых людей, все люди хотят быть добрыми. Они изначально добрые, они готовы, просто у них нет возможности или в геме. и если ты подойдешь к нему, как говорится, с хорошей просьбой, правильно подашь свое отношение, свой проект, никогда не будет отказываться. За все 30 лет будут наши благотворительные работы в следующем году. 30 лет мы занимаемся благотворительностью, начиная с первого. Солидно очень, да. И почти никогда не отказывались. А можете вспомнить какие-то там чисто по-человечески трогательные самые моменты, какие вот акции запомнились особо? Ну, много очень было, да, много было очень акций. Вот, например, недавно я говорила тоже, что мы и с клубом деловых женщин, например, делали акции для детей из малобеспеченных семей сельских районов. Но больше всего нам запомнили первому клубу, я называю его «Золотой клуб», первому клубу больше всего запомнили самая лучшая, самая любимая наша акция. Это, помните же, 92-го, вот эти годы страшные, да, было очень много людей, которые потеряли жилье послехозяйских этих самых и мы обратились, что мы хотим, зима была очень такая холодная, и мы обратились к национально вооруженным силам, тогда был Раймонд Граубе, по-моему, командующий, чтобы нам накормить людей с улицы. И был огромный холод, и вот мы, женщины, нам выдали полевую кухню, поставили ее в центре Вермонтского парка, солдаты, значит, патриотическое воспитание преподавали, вот, солдаты эту кашу варили, гречневую, с копченостями, а мы, значит, раздавали, очередь, было, три дня мы кормили этих людей, и все продукты с удовольствием дали предпринимателю, успешные мужчины, которые понимали, что самое главное накормить людей. Нам подходили за эти три дня, боже мой, подходили иностранцы, все стояли, мы сами объявились этой кашей, потому что каша была необыкновенная, вот, но среди тех, кто стоял в очереди, были мои бывшие студенты, и были очень интеллигентные, красивые женщины, которые брали с собой баночку, это была действительно реальная помощь, мы видели это, и это только нас подбадривало делать дальше. А вот какие ощущения, вот, что лично вам дает участие в судьбах других людей, когда вы помогаете? Да, ну, мы прошли очень большой путь, вначале нам нужна была тоже реклама и говорить о том, что это нужно, во-первых, главная задача тех, кто занимается благотворительностью, это разбудить сердца других людей, вот в чем задача таких организаций, да, то, что вы делаете, то, что мы делаем, потому что люди изначально хотят помочь, вот, а потом, значит, что еще могу сказать, это самоудовольствие, самоудовлетворение, что ты сделал такое хорошее дело, потому что полностью помочь или изменить судьбу ты не можешь, это, а вот в первую очередь для себя делаешь благотворительность, ты отдал, человек, который отдает, уже получает от космоса энергию какую-то другую, это очень здорово, очень здорово, и не всегда обязательно вот, значит, я этому помог или я этому отдал, я даже своих студентов спрашиваю, кому вы подаете на улице, и они говорят, ну, мы пьяницам не подаем, некрасивым людям не подаем, мы там, может быть, подадим музыканту или бабушке, да, главное же отдать, счастлив тот, у кого есть что отдать, вот в чем я делаю, и поэтому я, например, своей жизнью довольна. А как вот вы считаете по поводу благодарности, вот говорят, что нужно делать, отдавать как это, отпусти по водам, да, хлеб свой, отдавать и не ждать ничего взамен, или все-таки человек знает, что он что-то сделает и придет к нему тоже что-то хорошее? Ну, понимаете, это нужно уже с годами, я, например, это поняла только спустя 10 лет благотворительности, а вначале мы тоже думали, ой, вот ушли, спасибо, не сказали, да, нет, это надо отпускать, конечно, не нужно ждать никакой благодати, она придет видеть чего-то другого, но обязательно. Вчера мне, например, написали, что большое спасибо, вы так много для нас сделали, мы вас называем там второй мамой, мне очень приятно это, да, это из Малты, мы с ротарианским клубом помогали Малтскому специнтернату, во-первых, там и солевую комнату поставили, и на хуторе эти дети жили у меня очень много, мы обучали поварскому искусству, я даже не знаю, кто это, ну, конечно, мне приятно, приятно, но и без этого было бы приятно. А вот вопрос к вам, как к учителю литературы, на примере каких книг можно учить детей добру, и как педагог, и просто в семье, вот родители, например, какие-то советы, что обязательно нужно читать? Ой, вы знаете, ну ничего нового нет, все тоже классика и классика, тот же клуб, я создала, я искала везде какие-то подобные, как создать этот клуб? Я читала Льва Николаевича Толстого с салона Анны Павловны Шерер «Будетворительные вечера». Хотя и в английских клубах, и в Англии была, я спрашивала, но все равно это все идет из классики. Я предлагаю читать того же Толстого. Например, у меня в группе 30 парней. Из этих 30 парней 10 закончили 9 класс в русской школе. 10 человек знают русский язык, так всяко говорят. пишут, но плохо. И еще человек 5, который начинает с алфавита. Вот как я могу всех их удовлетворить, их спрос на литературу, на русскую. Вот я придумала, я беру, например, Александра Сергеевича Пушкина и говорю, почему Пушкин актуален? Вот никто ничего не знает. То, что задавали мне вопросы, я, конечно, хожу в первый урок к памятнику Пушкина, но потом я Пушкина, например, говорю, посмотрите, первый мобильный оператор Золотозывкини в Латвии. Сейчас, да? Это же все идет от Пушкина. Сказка Пушкина о Золотой Рыбке. А сейчас я, например, даю Толстого притча. Лев Николаевич Толстой, он специально написал простую азбуку для детей сельских. Тогда сельские дети не учились в школе. Он создал первую школу, создал специальную азбуку и специально маленькие из нескольких предложений рассказики. Вот рассказ, который учит добро. Первый, притча, три минуты. Идет мимо прохожий, видит старик, сажает яблони. Старику 90 лет, у него борода, он еле стоит, роет, сажает эту яблони. Прохожий спрашивает, зачем ты сажаешь эту яблони? А ведь ты не увидишь яблок, ты не увидишь плодов. Я не увижу, другие увидят. Вот, пожалуйста, вам, да? Критча, Лев Николаевич Павлович. Да, очень-очень просто. И то же самое Чехов сейчас у меня третий курс вычитает. Чехов и Хамелеон. Это же как актуально, да? Вот. Или там шуточка про любовь. Масса всего. Классика. Классика самое главное. Ну, для меня, во всяком случае. То же самое, когда мы говорим, у нас есть тема музыка, да? Любой может студент написать, какую музыку он любит. Они начинают мне говорить рок там, то-то-то. Но все равно же, но это семь. Все равно все идет с класса. Сейчас я читаю Казинника, музыка и гений. Это, конечно, все равно мы возвращаемся в основу. Ирина, а правда, что вы своих учеников латышский класс в начале года вводите к памятнику Пушкина? Как вы это придумали и как они это воспринимают? Да. Ну, отлично воспринимают. Во-первых, сейчас такая ситуация, что для того, чтобы выйти на экскурсию с каким-нибудь классом или с группой, вы же видите, как мало ходит такого по улицам. Нужно огромную массу бумаг заполнить. Техника безопасности, там, я не знаю, еще разрешение классного руководителя, разрешение замдиректора. Потому что мы отвечаем за этих учеников. То есть мы за все отвечаем преподаватели. Вот только за нас никто не отвечает. Но поэтому они с удовольствием ходят. Им кажется, что это не урок. Ой, пошли там памятник. Но по дороге я рассказываю, памятник они берут Пушкина и читают. И не только латышская группа, и русская группа, не знаю, где находится памятник Пушкина. Ну, а мне так повезло, что наш техникум находится между двумя памятниками. Во-первых, Анни Керна, и второе, значит, самого Пушкина. Поэтому мы сразу же экскурсия у нас идут с двум памятником. Там они стоят, читают стихи, вокруг люди слушают или улыбаются, подходят иностранцы. Всем очень интересно. Потом фотографируемся, потом я их спрашиваю, можно ли поставить фото в Инстаграм. Это еще более поднимает меня в глаза. В Инстаграме они снова, значит, смотрят, что они себя видят. Так что используй все способы. Ну, очень здорово. Только полюбили русскую литературу. Мы напоминаем, что сегодня Ирина Петерсон и помогает нам включать зеленую лампу для трехлетнего малыша, которого зовут Максим Лапурин. И очень нужна помощь этой семье, молодой семье, родителям этого мальчика, для того, чтобы оплатить целый год реабилитационных занятий в Центре аутизма, в Рижском Центре аутизма. Мальчику эти занятия помогают. Это именно тот случай, когда вот уже начали, нельзя останавливаться, потому что есть результаты. Подробнее вы можете прочитать рассказ о Максиме на сайте нашем mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа», посмотреть на его фотографии. Мы всегда рассказываем о конкретных детях и взрослых, с которыми мы сами лично знакомимся и пишем эту историю после каких-то очень долгих разговоров и бесед о жизни. И все это на самом деле происходит. Мы хотим еще, мы говорили о благодарности, и мы должны сказать огромное спасибо всем нашим читателям и слушателям по итогам прошлой недели. Мы с вами помогали десятилетней девочке Селине, Селина Скудра из Бауски, и ей надо ехать в Прагу, где ее ждет доктор делать сложную достаточно операцию на ногах по удлинению суставов и мышц, в общем, очень сложная технология, и стоимость операции 2950 евро. Мама Кристина обратилась в благотворительный фонд, и по итогам недели собрано 6522 евро. принято на наш благотворительный телефон 1463 звонка. Мама буквально со слезами на глазах просто передает всем сердечное спасибо, как мы говорим, но нельзя помочь всем, но это вот конкретная мама и конкретная девочка, и будет больше улыбок, будет меньше слез. И мы должны объяснить, что вот эти заявленные 2950 евро, они будут перечислены в Прагу, это будет оплачен счет из клиники, и оставшиеся 3572 будут зарезервированы на персональном счету Селины. И в принципе мы думали, что придется через некоторое время еще раз открывать проект, потому что когда ей сделают на ножках операцию, ей нужно будет новые ортезы заказывать, делать, а это очень такая дорогостоящая история. И сейчас получается, что на новые ортезы и на реабилитации даже уже деньги собраны и зарезервированы будут на счету. Спасибо огромное всем. В общем, это дает нам какую-то такую надежду на позитив. Мы должны напомнить, что телефон благотворительный нашей программы 9-3-0-6-3-8-4. Он работает постоянно, каждую неделю переключается на нового маленького героя. Вот на этой неделе для трехлетнего малыша работает телефон 9-3-0-6-3-8-4. Звоночек стоит евро 42 цента. И нам очень часто говорят, ну что там, это маленькие такие денежки, евро 42, это меньше чашки кофе. Да, но они собираются все вместе, они все вместе собираются в большую и по-настоящему ценную помощь, потому что это не просто деньги, это здоровье, это будущее детей. Ну вот конкретно по итогам прошлой недели только от звонков поступило 1814 евро. Представляете, маленький звоночек, он практически сложился за неделю в 2000. Ну а бывает, и был у нас и по 5, и по 6 тысяч звонков. И наш гость, президент Ассоциации деловых женщин, ментори Ирина Петерсона. Ирина, ваши коллеги и вообще все знакомые считают вас вот прямо олицетворением позитива, да? Да, да, скажите, как вы культивируете в себе позитив? Или это врожденное? Или все-таки это мы можем каким-то образом в себе воспитать? И сейчас вот Ирина улыбается так хорошо, у нас просто мы чувствуем через экран ваше настроение. Спасибо за вопрос, действительно, с детства я была такая позитивная, бог такое дал, но сейчас, конечно, такие дни для меня, я такая живая, вот, что вот это заточение дома, это, конечно, очень сложно, но надо работать над собой, всем надо работать над собой. Я открыла для себя цигуна, и с утра я заряжаю энергией через него, это очень легкие упражнения, и своей вот ассоциацией я уже пообещала, что как только первые весенние прогулки будут, мы уже парки обязательно будут заниматься вместе, я вам покажу, как это, вот, ну и все время нужно находить что-то хорошее. Я ничего нового не скажу, но заряжаться надо, надо работать над собой, можно лечь на диване, и никуда не уходить, и сидеть у телевизора, а вот, а можно ходить, смотреть, любоваться, читать хорошие книги, я, конечно, стараюсь смотреть кинокомедии, и как-то находить позитивные мысли. О болячках не говорю, вообще не люблю, когда мне рассказывают про болезни, запрещаю в своей организации, у нас это запрещено говорить об этом, потому что они есть у всех, вот, но, в общем-то, нужно везде искать позитивность. То есть заполнять себя хорошим? Только, да, только хорошим, а хорошего так много, особенно вот эти маленькие дети, внуки, конечно, то, что малышу сейчас мы собираем, это обязательно нужно, я уверена, все члены моей организации, всем перешли телефон, все будут участвовать, за нас очень много и в ВИГе, и в Латгале, и в Курзане, так что люди помогут, действительно, отзывчивость есть, если что-то в этом не получается, значит, не тем путем идут товарищи, вот так. Ирина, а вот вы декларировали, что в начале года будете говорить своим ученикам комплименты, вот давайте про комплименты, почему это важно? это очень важно, вы знаете, это такая тема, у меня даже есть отдельный урок, и пошибасвард, и пошибасвард, и пошибаварды парсеви, да, значит, каждый должен, у меня есть горячий стул, куда я сажаю ученика, который сегодня в плохом настроении, кто сегодня, я говорю, кто сегодня в самом плохом настроении, он поднимает руку, вот там, он опоздал, или кто-то там на ногу, или вообще, зачем он на ногу, с утра, да, вот он садится на горячий стул, все остальные смотрят на него и должны придумать про него какое-нибудь, я пишу, позваться, имя прилагательное, только хорошее, только позитивное, все, что угодно, вы себе представляете, как это, им трудно, когда я это увидела, я просто была потрясена, им трудно выдавить из себя хорошее слово другому парню, потому что они не приучены, и когда я, это тема целого урока, я им говорю, что, понимаете, почему итальянцы все время говорят комплименты же, а мы не умеем комплименты говорить, потому что у нас, но мы не виноваты в этом, ребята, потому что у нас мало солнца, поэтому давайте сами придумаем и будем говорить комплименты, и вот они, каждая, нужно говорить, не глядя там характера, знаете, когда я вела семинары в сельских женских организациях, то там один и тот же был комплимент женщине, друг другу, женщина говорит, винитада чакла, винитада чакла, пока я не сказала, ну мы же не про лошадей говорим, что они вам трудятся и трудятся, мы говорим про женщину, скажи, какой у нее сегодня красивый платочек, какая она сегодня элегантная и это действительно заставляло многих женщин даже плакать, потому что они не слышали таких комплиментов в своей жизни, а ценится только вот это трудолюбие у женщины, то же самое у мальчиков, мальчики не могут выводить, а потом говорят, ну скажи, ты хороший, почему, ну что, что ты лентяй, ну ты симпатичный, нет, потому что родители мало хвалят своих детей, особенно на селе, особенно на селе, им надо говорить, какой ты хороший, какой ты симпатичный, посмотри, какой ты спортивный, ты высокий, столько прилагательных, потом у них есть домашнее задание, 15 прилагательных о себе, и потом они приходят, и говорят о себе эти комплименты, только позитивные, поэтому это целое, действительно, это воспитание, поэтому вот, когда вы задавали вопрос учителя воспитывать, нужно, конечно, воспитывать обязательно. Вы называете себя фанаткой Луизы Хей, да? Да, это все от нее, да, все от нее, все, все, что я вам говорю, все она. Ну вот какие важные уроки вы вынесли из ее книг или лекций? Да, ну, самое важное, и даже этот год был для меня стрессовым, я немножко разочаровалась в нескольких людях, то есть, слишком, может быть, открылось им, вот, но это всегда нужно помнить одно, что в каждом человеке живет маленький мальчик или маленькая девочка, если он себе делает больно или неприятно, значит, у него болит, вот об этом нельзя забывать, человек, которого не болит, у которого все в порядке, он никогда эти неприятности делать не будет, вот, это, это очень важно, да. Ну и аффирмации Луизы Хей, вот эти семинары, которые я делала в сельских, в сельских клубах, и после моих поездок организовывались новые общественные организации, создавались новые организации, я приводила им партнеров иностранных, это было очень здорово, сейчас это уже само собой происходит, у нас, слава богу, в Риге есть центр общественных организаций, где каждый может найти любое, любое желание самореализоваться, пожалуйста, вот, и Луиза Хей, всегда, конечно, вот эти аффирмации, когда ты смотришь на себя утром в зеркало, и говоришь, боже мой, какая красивая, какая прекрасная, вот, это действует, понимаете, это действует. А какая-то любимая аффирмация у вас есть? Мой мир любит меня, мой мир заботится обо мне, вот и все, причем еще можно какую-то игрушку или какую-то куклу посадить, глядя каждое утро на нее, или проходя мимо этой игрушки, вспоминать, мой мир любит меня, мой мир заботится о тебе, только ты сам ничего не разрушай. Ирина, скажите, а вот этот год очень тяжелый, да, то есть прошел тяжелый год, но когда-то закончится этот период, мы абсолютно уверены, что начнется свободная и нормальная жизнь рано или поздно, какие уроки мы вынесем, для чего-то это дано было нам, вот какими мы станем, изменимся ли мы? Конечно, мы изменимся, мы будем ценить друг друга больше, мы потеряли в нашей ассоциации двух активистов, очень прекрасных женщин, прекрасных, вот, и все время переживаем об этом, вот, и будем ценить друг друга больше, будем ценить нашу Латвию больше, потому что мы будем меньше ездить по жарким странам, я уверена, мы будем больше ценить нашу родину, будем больше узнавать о ней, вот, ну и, конечно, больше будем ценить тех, кто был с нами вот в эти трудные времена, да, я уверена, мне лично это принесло то, что я стала больше заниматься собой, больше читать о медитации, о духовности, и многие к этому пришли тоже, мы об этом можем говорить, разговаривать, обмеются впечатления, очень здорово, когда ты в организации, когда есть единомышленные. Мы желаем всей вашей организации вот, вот, удачи, успехов во всем, новых проектов. И буквально два слова о вашем хорошем, таком красивом проекте, шахматные турниры для сельских детей. Да, да. Как обстоят дела с ним? Ну, сейчас этот проект закончился, но мы, конечно, не будем его заканчивать, потому что после каждого проекта у нас остаются те, которым мы помогали, или с которыми мы подружились. Это был проект, когда мы занялись интеллектуальным развитием детей. В этом году мы получили грант на проект обучения сельских детей инновативным профессиям будущего, 3D-моделирование и инженерия. Мне даже трудно выговорить о том. Вот. И все это, это интеллектуальное развитие детей, потому что, да, нужно помогать многим всем, помочь, к сожалению, невозможно. Поэтому каждая организация ваша помогает, так наша помогает. Эдак организаций много, и действительно нужно заниматься каждой организацией своим. Потому что я не очень верю, когда организации занимаются всем сразу. И пожилым, и молодым, и детям. Это невозможно, невозможно, потому что нужно всегда вот как-то... мы выбрали такой сегмент талантливые дети из мало обеспеченных семей, то есть очень талантливые дети, которых выбирают уже профессионалы, преподаватели, или консерваторские профессоры, или же как в шахматах. И в шахматном турнире мы увидели для себя так много нового, так много интересного. Мы в жизни не знали, что такое, как много шахматистов в Риге, сколько там интересно, сколько у нас гроссмейстеров в Риге. У нас традиции какие, да? Да, и какие люди. Ну и, конечно, когда мы увидели этих деток, которые 300 человек, 200 человек, в душном зале сидят, думают, это же наше будущее, это те, которые будут на нашу пенсию зарабатывать. Поэтому нам надо их культивировать, нам надо их продвигать. И вот это наша задача. Теперь у нас школа в Тискадах, мы уже купили им 3D-принтер, который не может позволить себе ни одна, конечно, школа сельская, да? А сейчас купим ему 3D-сканер и будем обучать сначала преподавателя в Риге, привезем детей сюда. Это все весной и летом. И за этот год мы хотим, чтобы подготовить маленьких инженеров. Потом, может быть, стипендию им выделим какую-то. Так что мы сами учимся, сами учимся. Сначала нам трудно выговаривать эти слова, а потом будут. А шахматисты, конечно, любой турбиль мы тоже будем поддерживать. Это замечательно, то, что вы это делаете. И мы напишем обязательно. Кто-то может присоединиться еще к вам дополнительно. напоминаем, что наша программа подошла к концу. Напоминаем, что мы на этой неделе помогаем трехлетнему малышу Максиму Лапурину собрать средства на лечение в центре аутизма Рижском. И телефон 930-6384 работает всю неделю до 16 марта для маленького Максима. Стоимость звонка евро 42 цента. Семья замечательная. Мама Ольга, она приехала из Москвы, сюда вышла замуж, потому что влюбились с мужем 6 лет назад, познакомились на курорте в Турцию и возникла любовь. И вот причина переезда в Латвию, это любовь. Появился чудесный этот малыш, которому мы очень хотим помочь, чтобы его будущее было светлым и здоровье улучшилось. Мы благодарим Ирину Петерсона за интересную беседу. Желаем вам и всем вашим, всему вашему клубу деловых женщин, ассоциации деловых женщин желаем яркой весны и новых впечатлений, и чтобы все было хорошо. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо. Всех поздравляем. И до следующего вторника. Всего доброго. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха.